Библейский портал экзегет.ру представляет Девятая глава Книги Судьи или Книга Вождей, как я назвал ее в своем переводе, я прочитаю его для библейского портала экзегет с небольшими комментариями. Ну вот, восьмая глава завершает повествование о Гидеоне, об одном из этих самых судей, или лучше сказать, вождей, харизматических вождей Израиля, которые ввели народ в основном в его боях с всякими вторжениями, со всякими завоеваниями. Ну а мирная жизнь-то как будет устроена? Вот военная отпастность отбита. Мы прочитали в предыдущих двух главах, как Гидеон прогнал Мадионитян. А после этого он не хочет быть царем, мы это читали тоже в прошлой главе, но после Гидеона, после него остается много сыновей, понятно, что груз славы отца на них лежит, и, может быть, надо как-то его использовать. А в Эмелах сын Ерубаала, это второе имя Гидеона Ерубаала, отправился в Шихем к братьям матери своей и заявил им, а также всему роду отца своей матери. Рассудите нас вместе с господами Шихемы, что будет лучше для вас, чтобы правили вами 70 человек, все сыновья Ерубаала, или чтобы вами правил один. Вспомните, я с вами одного рода, одной крови. Ну, я напомню, что его мать, это было сказано в прошлой главе, она как раз из Шихема, а 70 человек, это сыновья Ерубаала, вся какие есть, у него много жен было. И, значит, предполагается, что хотя Гидеон отказался от царской власти, но его сыновья-то уж точно возьмут на себя эту верховную власть. Братья его матери обсудили эти речи с господами Шихема и сердца их дядюшки, да, вот как часто на Востоке дядюшки принимают активное участие в судьбе племянника. И сердце их склонилось к Авемелыху, ведь они признавали его за брата. Они выдали ему 70 шекелей серебра из храма Ваалберита, один из языческих храмов, и на них Авемелых нанял всяких изгнанников и проходимцев, которые последовали за ним. Вот начинается борьба под прикрытием славного прошлого, побед прошлого, человек присваивает власть. Он отправился в Афру, в дом своего отца, убил своих братьев, сыновей Рубаала, 70 человек на одном и том же камне. Как это получилось, не описано, потому что вряд ли бы 70 молодых здоровых людей позволили себя просто так взять и убить. Какая-то была, наверное, история, их заманили в ловушку или что-то еще с ними сделали. Не важно, но дележ власти всегда вещь кровавая. Когда нет институтов, а мы здесь читаем о периоде истории Израиля, когда институтов, царской власти и всего остального еще не было, то эта кровавость принимает какие-то особо грубые формы. Выжил только ее там младший сын Рубаала, потому что сумел убежать. Господа Шехема и Бетмело собрались вместе и провозгласили Авемелыха царем у дуба при священном столбе в Шехеме. Ну вот, его делают царем, хотя, в общем, особых оснований на это нет. И, соответственно, дальше что будет? Причем мы видим здесь такие заговоры, все как в лучших традициях дворцовых переворотов с убийствами, причем даже массовыми. И, в конечном счете, это выбор людей, да, не сам Авемелых делает себя царем, но его будущие подданные. Йотама сообщили об этом, он отправился на вершину горы Герезим и закричал во весь голос. Выслушайте меня, господа Шехема, и да услышит вас Бог. Собрались как-то деревья помазать над собой царей, попросили они царствовать над ними масличное дерево. Ну, понятно, что масличное дерево одно из лучших деревьев, кстати, помазание осуществлялось оливковым маслом, масличное дерево как раз его и дает. Ответило им масличное дерево, что же мне, бросить масло мое, которым чествуют богов и людей, чтобы только мне качать ветвями поверх прочих деревьев? Бросить все полезное и лишь себя ставить на первое место. Попросили тогда деревья смоковницу царствовать над ними смоковница, тоже одно из полезнейших деревьев, смоквы, а по-русски чаще их называют инжир, хотя это не совсем по-русски. Ответила им смоковница, что же мне бросить сладкие мои отличные плоды, чтобы только мне качать ветвями поверх прочих деревьев? Попросили тогда деревья виноградную лозу царствовать над ними, но еще одно очень полезное растение. Ответила им лоза, что же мне бросить в вино мое, которое веселит богов и людей, прям так богов и людей, но времена полуязыческие, чтобы только мне качать ветвями поверх прочих деревьев? Попросили деревья колючий куст царствовать над ними, но самый бесполезный, никому не нужный. Ответил колючий куст деревьям, если и вправду помажете вы меня в царе над собой, то приходите, покойтесь под моей тенью, а если нет, то пламя вспыхнет от куста и испарит оно кедры ливанские. Куст, если у него особенно эфирные какие-то испарения, такие там бывают, то он может загореться легко от какой-то искры и, соответственно, может с этого куста начаться пожар. Так судите сами. Верно ли, правильно ли вы поступили, поставив Эвимелыха царем над собой? Хорошо ли вы обошлись домом Ерубал за все добро, какое он сделал вам? Мой отец сражался за вас, не щадя из жизни своей, и избавил вас от рук мадионитян. А вы теперь напали на дом отца, мы его убили на одном и том же камне, 70 его сыновей и поставили Эвимелыха царем над господами Шехема, сына рабыни, поскольку вам он брат. То есть 70 сыновей от свободных жен, а Эвимелых сын наложницы рабыни. Если по правде и по справедливости поступили вы с Ерубалом и его домом, то радуйтесь сегодня за Эвимелыха, а он пусть радуется за вас. Но если не так, то пусть пламя вспыхнет от Эвимелыха, исполит господ Шехема и Бетмело, и от господ Шехема и Бетмело пусть вспыхнет пламя и исполит Эвимелыха. Сказав это, ее там убежал. Он отправился в Бер, где скрывался от брата своего Эвимелыха. Эвимелых царствовал над Израилем три года. Опа, оказывается, первый царь-то Эвимелых. Просто царь незаконный, поэтому он как бы не считается. Потом будут Саул, Давид, естественно, потомки Давида. Ну как оно обычно бывает? Вот когда заговор начинается, с заговором и кончается. Но Бог послал двух разногласий между Эвимелыхом и господами Шехема, и господа Шехема изменили Эвимелыху. Так воздалось, закрыв семидесяти сыновей Ерубала, Эвимелыху, их брату, который убил их, господам Шехема, которые поддержали его в убийстве братьев. Итак, господа Шехема ставили против Эвимелыха стражников на вершинах холмов, и те стали грабить всякого, кто проходил мимо. То есть начинается даже не с заговора, а с такой ползучей гражданской войны. Вот страну контролируют, с одной стороны, Эвимелых, с другой стороны, эти местные какие-то князьки, которые, соответственно, ну как они добывают деньги? Вот нормальная ситуация налогообложения. А когда страна разорвана на такие куски, и каждый кусок старается хапнуть больше, то это, в общем, грабеж всех проходящих, хоть какие-то средства получить. Об этом донесли Эвимелуха. Вот этот народ моим, я бы прогнал Эвимелуха, сказал бы ему, выходи на бой со всем своим войском. Вот началось с такого смещения возможных претендентов, даже не смещения, убийства их, и завершается тоже такая маленькая гражданская война. Если уже пошли по этому пути, где им остановиться? Правитель города Завул услышал слова Гаала, сына Эведа, и разгневался на него. Тайно отправил к Эвимелуху гонцов, чтобы передать ему. Гивился в шахем Гаал, сын Эведа, со своими братьями, и они возмущают город против тебя. Так что встань ночью ты, и люди, какие есть при тебе, и устроите засаду в поле. А утром едва взойдет солнце, нападите на город, когда он выйдет против тебя вместе с народом, который при нем. Ты сам разберешься, как с ним поступить. Ну, понятно, что ничего хорошего не разберется. В Эвимелуху народ, который был с ним, залегли в поле четырьмя отрядами. Гаал, сын Эведа, вышел из города и встал у городских ворот. И тогда в Эвимелуху со своими людьми напали из засады. Гаал увидел их и сказал Завулу, смотри, люди спускаются с гор. А Завул ответил, тени гор кажутся себе людьми. То есть, это же внезапное нападение, сейчас уже кто на кого первый, да? И снова заговорил Гаал, смотри, люди спускаются от пупа земли. Еще один отряд идет от дуба предсказателей. Ну, какие-то географические названия, которые мы сегодня себе славом представляем. В общем, догадался он, что на самом деле это люди. И тогда ответил ему Завулу, где же твои уста, которые говорили? Да кто такой Эвимелух, чтобы нам служить ему? Это идут те самые люди, которых ты презираешь. Выйди-ка теперь и сразись с ними. Тогда Гаал выступил во главе господ Шехема и сразился с Эвимелухом. А Эвимелух погнал его, он бежал, и много полуубитых по пути городским воротам. А Эвимелух остался в Теруме, а Гаалу с братьями Завул не позволил жить в Шехеме. На следующий день люди собрались из Шехема, в поле об этом донесли Эвимелуху. Он взял своих людей, разделил их на три отряда и устроил засаду в поле. Как только он увидел, что люди выходят из города, он напал на них и перебил. А Эвимелух вместе со своими воинами захватили городские ворота, а два других отряда напали на всех, кто был в поле, и разили их. Эвимелух сражался с горожанами весь тот день. Он захватил сам город, перебил всех, кто в нем был, разрушил город и засел его с Улью. Узнав об этом, все господа Шехемской башни ушли в укрепление при храме Эль-Берита. Или Ваал-Берита, ну, это бог завета или господь завета. В общем, они укрылись в башне своего города. Это вот как в средневековом замке, такая большая башня, куда довольно много людей влезают. Соответственно, они могут там пересидеть осаду. Эвимелуху сообщили, что там собрались все господа Шехемской башни. Тогда Эвимелух отправился на город Салмон вместе со всем народом, какой был с ним. Эвимелух взял с собой топор, нарубил веток, понес их на плечах, приказав людям, которые были с ним, смотреть на него и поспешно делать точно то же, что и он. Так все люди нарубили веток, отправились с ним вслед за Эвимелухом к башне, обложили ее основание ветками и подожгли их. В огне погибли все, кто был в Шехемской башне, около тысячи мужчин и женщин. Вот такой Эвимелух интересный человек, мягко говоря. Вот когда нет нормальной государственной власти, то любой бандит становится властью. Потом Эвимелух отправился к Тевецу, осадил его и взял. Посреди города была крепкая башня, в нее бежали все мужчины, женщины и правители города. Они заперли за собой дверь и поднялись на самый верх. Эвимелух подступил к башне и напал на нее. И когда он подошел ко входу, чтобы поджечь ее, то же самое, одна женщина сбросила сверху ручной жернов на голову Эвимелуха и проломила ему череп. Ручной жернов, то есть, мололи муку по-разному, в том числе были такие небольшие домашние зернотерки, на которых это делали. Вот она бросила кусок такой зернотерки. Довольно тяжелая каменная штука. Он тотчас позвал своего юноши оруженосца, значит, еще не совсем погиб, и приказал ему, вытащи из ножен меч и добей меня. Пусть не говорят обо мне, мол, его убила женщина. Юноша пронзил его, и так он умер. Этот человек, который убивал всех подряд, начиная с собственных братьев, тоже погибает не своей смертью. Когда израильтяне увидели, что Эвимелух мертв, они вернулись по домам. Так, Бог воздал Эвимелуху за зло, которое он сотворил своему отцу, убив 70 братьев своих. И жителям Шихема отплатил Бог за их зло. Так постигло их проклятие Йотама, сына Ерубаала. Зачем эта история в книге? Ее даже комментировать как-то не хочется, потому что, ну, все понятно. Кровавая междоусобица просто проиллюстрировать, что народ Божий тоже, в общем, живет иногда абсолютно такой скотской, будем называть вещи прямо скотской жизнью, когда вот все эти восстания, мятежи, язычество даже отдельно не оговаривается. Наверное, для этого. Может быть, еще, чтобы напомнить, что священная история есть не история красивых, интересных людей, которые делают какие-то великолепные вещи. Это история, в том числе грязи, крови. Это история того, как вот от этой дикости, от этих кровавых разборок народ Израиля постепенно поднимается к тем вершинам, на которых он может услышать евангельское откровение. Но это еще долгий и сложный путь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok